В рамках реализации национального проекта «Демография» и его региональной подпрограммы «Старшее поколение» в Черкесске ведется строительство нового дома-интерната для пожилых людей-инвалидов. Члены комиссии, в которую вошли депутаты парламента, представители партии «Единая Россия» и профильного министерства осмотрели ход строительства объекта. Подробности у Мурата Джанкезова. Проживание в доме-интернате для престарелых должно обеспечить пожилому, зачастую больному человеку возможность достойно прожить остаток жизни. Как правило, это люди, отдавшие стране лучшие годы. Наши жители – это особая категория людей. Среди них три ветерана Великой Отечественной войны, 16 человек – ветераны труда, 6 человек – реабилитированные лица, один – ликвидатор Чернобыльской атострофы. Это уже не первая попытка построить в республиканской столице новый корпус дома-интерната для престарелых. Ранее начали было его строить, но последние пять лет объект был заморожен. Благодаря участию в подпрограмме «Старшее поколение» национальной программы «Демография» сегодня активными темпами строится здание, рассчитанное на 122 места. На сегодняшний момент подрядной организацией ведутся работы по утеплению фасада, вот как вы видите, по устройству внутренних инженерных сетей – это водопровод, канализация, электрика и начатые черновые отделочные работы. По графику предусмотрены средства на этот год, 101 миллион, осваиваются по графику. В этом году на сегодняшний момент мы уже освоили 39 миллионов, и дальше финансирование также планируется в рамках утвержденного графика осуществлять и также финансировать. Во всем здании заменили окна, которые пришли в негодность за время вынужденного простоя. В подвальном помещении оборудованы склады для продовольствия и комнаты для стирки. На первом этаже предусмотрен изолятор, где новых посетителей будут проверять на наличие заболеваний и других ограничений. Здесь же расположены помещения пищеблока, обеденный зал на 70 посадочных мест и актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий. Впечатления самые хорошие, потому что те условия, которые сегодня создаются для людей пожилого возраста, которые в этом нуждаются, они, конечно, уже современные и учитывают все требования, которые сегодня предъявляют будущие жильцы. Со второго по пятый этажи находятся живые комнаты, в которых пожилые люди разместятся по одному или по два человека. На каждом этаже предусмотрены помещения для личной гигиены, стрижки и так далее. Для тех, кто самостоятельно не может передвигаться, предусмотрены два лифта – пассажирский и грузовой. Мне интересовали именно доступность, начиная с пандуса, с улицы, с отхода, длина пандуса, угол пандуса – все соответствуют. Ну и также я удовлетворен тем, что внутри тоже показали, что все санузлы и все, где будут они ходить, они по проекту посмотрели, по реконструкции, то, что изменения тоже посмотрели. Все соответствует именно тем людям пограниченной возможности. Ориентировочные сроки окончания строительства – конец 2021 года. Мурат Шанкёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Мурат Шанкёзов